Уважаемые люди, пожалуйста, выездной референдум, пожалуйста, выходите голосовать. Выездной референдум. Ну что в дворы? Кричу, микрофон. Уважаемые жители, выездной референдум, пожалуйста, выходите голосовать. В полном соответствии с российскими критериями, в нарушении любого законодательства, с заранее известными результатами, на пеньках, под присягу, под камерой, без малейшего намека на тайну голосования, да еще под дулами автоматов, на временно оккупированных территориях Украины начались так называемые референдумы по вступлению в Рашку. Убирательная комиссия готова принять ваши голоса прямо возле вашего дома. Придайте мне за именем. Да. Конечно, да. По-другому быть не может. Нарезь мир и поставим. Разумеется, никакого значения ни для кого в мире эта трехгрошовая пьеса иметь не будет. Разве что для отпетых маргиналов, которые верят, что слово Рейха кого-то может напугать, и что можно вот так вот поменять миропорядок, выйдя во двор своего дома и поставив крестик. Им не вдомек, что сейчас не Россию боятся, а боится она, Украины в том числе, так как не может удержать захваченные территории и свидетельством тому контрнаступление Украины последних недель. В страхе империя старается забрать с собой тех, кто мог бы жить долго и счастливо. Так, накануне всех этих референдумов, до которых еще не добрались сбройные силы Украины, оккупанты нанесли ракетный удар по Торецку, по жилому дому, конечно. Есть погибшие. Здравствуйте, друзья! С вами Алена Васильева, Миновит онлайн и наши хроники войны. Кроме Украины, Путин фатально недооценил весь цивилизованный мир, у которого уже нет другого выбора, кроме перезагрузки этой самой России. Путин считает, что он должен действовать, потому что Россия была опасна. Но никто не опасен Россию. И никто, а кто-то, чем Россия, решает конфликт. Мечтая стать спасителем Российской империи, тамошний фюрер в результате становится ее могильщиком. Иногда это может выглядеть даже смешно. Например, голосование российского пропагандона Попова из Смоленска, не имеющего к Донбассу никакого отношения за присоединение к России голосования. На самом деле, открою вам большой секрет, я не всегда это афишировал, но на самом деле это правда. У меня есть донецкий паспорт, для меня это огромная честь. У этого паспорта тоже, в свою очередь, есть история. Номер немного закрою. Этот паспорт в последнюю нашу встречу мне, будем так говорить, вручил Александр Владимирович Захарченко, первый глава ДНР. Я помню, написал заявление о том, что для меня большая честь стать гражданином республики, внести свой вклад в ее независимость и развитие. И, в общем-то, указом главы тогда я получил этот красный великолепный документ. И я сейчас тоже воспользуюсь своим правом и отдам голос. В России объявлена мобилизация. В войне задействованы миллионы, но в Украине особенно никто не расстроен. А президент считает, что в такие дни можно даже немного выпить. Таким образом, Владимир Зеленский отреагировал на давно ожидаемое. Освобождение пленных российскими оккупантами бойцов ЗСУ, в том числе легендарных защитников Азов-Стали. В результате проведения сложнейшей операции из 215 бойцов непосредственно 200 были обменены на кума Путина Медведчука. Последние годами пилил деньги, выделяемые кремлевским карликом на русский мир в Украине и вводя того в заблуждение, что, дескать, для Москвы здесь все на мази. Теперь интересно, что же с ним сделает хозяин. Ну уж точно такого влияния, которое в Украине было у Медведчука еще совсем недавно, больше уже никогда не будет. Есть поводы у украинцев для радости и оптимизма. В отличие от этих освобожденных орков, которые пока еще выжили, но находятся в полной неизвестности в своем будущем, возвращаясь туда, где согласно новому законодательству запрещено сдаваться в плен, а в случае, если так произойдет, то светит от 3 до 15 лет тюрьмы. Может, поэтому они и не улыбаются совсем по пути к своему дому. Случился этот обмен в тот же день, когда Путин, наконец, выговорил давно ожидаемое от него слово «мобилизация». Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Чем очевиднее и масштабнее становился провал его так называемой спецоперации, тем более было очевидно, что оселит-таки, выговорит. Все идет по плану, да так, что охреневают его же рупоры. Например, Соловьев еще пару месяцев назад говорил о том, что этот медведчук им нафиг не нужен, а азовцев нужно просто казнить. Теперь приходится что-то мямлить о фрагментарности произошедшего. Хихикают, ставят то, что я сказал руководителю ЛДПР господину Слуцкому, когда от него прозвучала первая идея возможного обмена. Могу ли я сказать, что я рад всей этой ситуации? Можно я на эту тему не буду так говорить? Потому что очевидно мое отношение к всему происходящему. Поэтому давайте по поводу вот этого состоявшегося обмена, который абсолютно фрагментарный. Итак, в России мобилизация. Посмотрите, как сотрудник военкомата орет на призывников, на вопросы о детях, семье и хотя бы целях убийства украинцев. Он отвечает, что нужно перестать орать как баба и ехать на фронт до конца специальной операции. Могу ли я, как бабы, блядь! Рот закройте, себя ведите достойно, что варьете все! Я пытаюсь вам рассказать. Вы не даете, вы орете. Я говорю, вы все военные, мужики! Все! Игрушки закончились! Вы все военные! Все, игрушки закончились. Вот вам еще и серия «Тугодумие и отвага». Давидче говорящие усы Путина Песков сказал, что выдача повесток людям, задержанным на протестных акциях, не противоречит закону. Нет войне! 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 То есть пришли вы на антивоенную акцию. Пацифистские не отбивали своих единомышленников, позволили отвезти их в околоток. И там получите и распишитесь. Добро пожаловать на войну в Украину. И ведь знали же, что так будет. Чего бунтовали? Впрочем, бунт на России, если он и будет, он будет совсем иным. И количественно, и качественно, и другими методами. А вот посмотрите на мужчин-призывников в Дагестане, явившихся к военкомату. Как они вполне себе логично реагируют на обезумевшую тетку. И вполне себе логично отвечают на ее предложение подохнуть в чужой стране. Это была война. А сейчас нет. Это политика сейчас. Послушай, женщина, мужчина. Женщина, не спустя, слушай меня. А ты не снимай. Я вам коротко. За мои родины воевали. За кого дети были воевали? В Деке были. Они снимаем. А какое будущее? Будущее. У нас настоящего нету готовой будущее. Вот женщина в Грозном требует не забирать их детей на фронт и поют гимн Ичкерии. Заметьте, не Чечни, а Ичкерии. Грозный, куда это? Это надо будет сказать. Где ничего не лагает? Прохожие улыбаются. Интересно, как при этом чувствует себя путинский пехотинец, а по совместительству тиктокер Рамзанка Дыров. Может, в глубине души улыбается. Понимая, что еще пока владеет территорией, которая вроде бы и часть Рашки, но законы Рашки на нее не сильно действуют. Во всяком случае, он объявил, что мобилизации там никакой не будет. Рамзан Кадыров провел совещание с оперативным штабом по проведению специальной военной операции. Главная тема – частичная мобилизация. Глава региона заявил, что в Чеченской республике набор в ряды вооруженных сил проводиться не будет, так как за время военной операции субъект перевыполнил план в три раза. Этот материал сейчас готовится к эфиру. Расширенную версию смотрите в наших следующих выпусках. И что-то нам подсказывает, что убедившись, что московский Акелло промахнулся, Рамзан станет одним из первых руководителей, который откажется от своего некогда могучего покровителя и начнет тянуть одеяло на себя. Впрочем, тема блядства для России вечная. Посмотрите, как менялись показания рашистских оккупантов, когда они в плену и в преддверии возвращения на родину. Здесь нет нацизма. Нет нацизма. Фашизм присутствует на Украине. Не надо идти сюда воевать. Дай бог сил здоровья вернуться, дать им бой до самого конца, чтобы прекратить вот этот бардак, который там происходит. Интервью с пленными – жанр, конечно, специфический. Можно поспорить об искренности того, что человек говорит. Но посмотрите сами. Они не голодные, они прекрасно выглядят, они не избитые и говорят больше, чем у них спрашивают. Ну и врут, конечно. Нас заставляли, как бы, ну, говорить, говорить на камеру, заставляли много чего под, грубо говоря, уносит даже под автоматами. Вы понимаете, что мы гражданские журналисты, вот это все никак нет, это нас... Конечно, понимаю. С нами можно просто побеседовать, и это делается под записи для публикации. Понятно. Понятно. Да. Все. Кормили два раза в сутки, давали каши по две-три ложки. Тут, я думаю, вас кормят лучше, чем там. Кормят, но я, наверное, честно набрал уже килограмм на 6 или 7. Обзывания, постоянно оскорбления. Вас в плену кормят лучше, чем там. Ну, тут и отношения, что вот даже у командиров, все отношения полностью, как к людям. Ну, как люди поступают, так и поступают. Я просто не могу даже представить, как бы... Ну, конечно, не могут. Ну, конечно, здесь все по-человечесице, здесь все просто. Как там, как там относятся к нашим пленным? Вы можете себе представить из того, как там относятся к вам? Не пленным, а к военным. То есть, если именно... Хотелось бы, знаете, чтобы они поступали именно так же, как поступают с нами, как здесь относятся то же самое. Но мы тоже бы хотели. Купались мы раз в месяц. Ну, условий не было никаких, получается. Ну, очень было трудно. Домой звонить не давали. Ну, как только муж мой придет целый, невредимый... Я приду скоро целый, невредимый. Но по факту видели мы другое, иначе. То, что сама Украина так же обстреливает своих же мирных... Ты только послушай меня. Просто я тебе скажу, что вот здесь глаза открываются по-другому. Ну, только давай сейчас не надо лишнего говорить. Хорошо? Тебе еще сюда возвращаться и здесь жить. Расслабились захватчики под Женевской конвенцией, но опять запахло родинкой. И приходится в который раз уже менять обличие. В общем, постоянная ложь и пещерная ненависть к иным – это и есть Россия. Посмотрите, это Путин. О мобилизации, которой якобы не будет. Воюют только контрактники и не о чем переживать. 8 марта – поздравление женщин. Хочу обратиться и к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам наших солдат и офицеров, которые сейчас в бою. Защищают Россию в ходе специальной военной операции. Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Думаете, если напомнить основной массе жителей Барлот, ну вот хотя бы об этом одном случае откровенной лжи, что-то изменится в их мозгах? Даже у тех, кто непосредственно столкнулся с этим пургометанием. Весьма сомнительно. Они знают, что им угут. Они сами угут. Они привыкли жить во лжи. По-другому они не умеют и не знают, как. При этом весьма обижаются, когда их тыкают в это носом. Почему их не хотят понимать? Ха-ха. Понимать должны не их, понимать должны они. Популярно объяснил председатель комиссии Рити Когу по государственной обороне Раймонд Кальолайт. Вы должны понимать, государство, эстонское государство, правительство, не занимается с разбиранием в том, какие россияне хорошие или плохие. Это лично очень мало нас интересует. Мы занимаемся защитой своей безопасности. Нас прежде всего интересует в данный момент поддержка к Украине. Ради того, чтобы они выиграли эту войну. Но не только. Потому что дело... Простите, что это так, может быть, прямо вам скажу. Но в моей поколении в политике эстонской нет никакой веры больше в том, что Россия станет в ближайшие десятилетия нормальной страной, нормальной соседей для Эстонии. В принципе, мы заинтересованы в том, чтобы вы проиграли эту войну. Мы хотим ослабить ваши военные возможности что-то делать на следующие десятилетия. Мы не хотим видеть вас, чтобы вы восстанавливали свою экономику. Мы хотим, наоборот, чтобы... И санкции, которые ввели Запад, они уже начинают действовать. Мы видим, что они уже влияют на способность воевать Российской Федерации. Они будут работать еще больше и больше. Мы откажемся от российской энергии. Нам абсолютно все равно вернутся в лифтали на российские туристы или не вернутся. В принципе, то, что сказал министр иностранных дел Эстонии, мы их здесь не ждем. То есть, это совсем другая игра. Мы себя здесь чувствуем, в принципе, можно сравнивать, как и Израиль, который в какой-то момент видел себя в окружен просто арабскими странами, которые хотели унистожать Израиль. Потому что мы смотрим, что делает ваша власть, и мы слушаем, внимательно читаем, что говорят не только Путин, но Патрушев, Герасимов, ваш Медведев, все вот эти ваши представители России, во имя которого они сейчас воюют, убивают людей в Украине. Вот это вот наша позиция. Нам, в принципе, ну, скажем честно, довольно все равно, какие там живущие в России русские хорошие, какие из них плохие. В Латвии аннулируют право на проживание россиян, которые не владеют латвийским языком. В Литве не собираются спасать россиян от мобилизации. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Она напомнила, что российско-украинская война началась в 2014 году, а полномасштабное вторжение 24 февраля. И у людей было более чем достаточно времени для того, чтобы определиться со своей позицией. Я бы не поняла такой ситуации, когда мы пускаем людей в Литву из гуманитарных соображений только потому, что война для них была ок, когда они ее видели по телевизору, сидя на диване. И стало не ок, когда твое правительство и твой Шойгу призвали тебя в армию, и предложили физически принять участие в этой войне, сказала она. Казахстан также не будет предоставлять убежище россиянам. Дальше больше. Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан выступили против участия своих граждан в войне против Украины. Посольства указанных стран проинформировали своих граждан, проживающих в России, что на родине за это предусмотрено для них наказание до 10 лет лишения свободы. Кому еще не очевидно, что Рашки – капсдец. Что касается, пожалуй, самой верной собачки Москвы Лукашенко, то и он, многократно присягнувший Рейху, не стремится пойти с Путиным в последний и решительный бой. Он заявил сегодня, что мобилизации в Беларуси не будет. Не будет никакой мобилизации. Это вранье. Коротко и ясно. Это вранье. Мы не собираемся мобилизовывать. Нам это не надо. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик и сказать, ну, у нас пойдет мобилизация. Они же за это не отвечают. Им надо создать ситуацию. Они всячески пытаются вместе нас поймать на чем-то и создать ситуацию. Им надо за что-то уцепиться. Пока уцепиться не за что. И хотя словам его доверять-то особо не приходится, и говорил он про угрозу со стороны Украины, и с мест сообщает, что прошедшему военную кафедру приходят повестки, но тем не менее особого рвения вступиться за Путина он не проявляет. То ли четкого приказа хозяина пока не было, то ли понимает, что вполне возможно придется расстаться с ним после краха Рейха. Стоит упомянуть, что потенциально подлежащие мобилизации граждане России проявляют высочайший уровень мобильности. Очередь в военкомат. Нет, конечно, это аэропорт Внуково. Ввиду закрытия для них стран Балтии, в первый же день мобилизации стала очевидна массовая высадка русского десанта в аэропортах Армении, Грузии и Турции. А как же за родинку пострадать? Не? Не охота? Кстати, думаю, что вы заметили, что наиболее умные и обеспеченные из россиянцев не бегут в братскую Беларусь, потому что знают, что путинский собачка Лукашенко сдаст их. Сдаст их Кремлю, ну любя, конечно. Так, по сведениям СМИ, белорусские силовики получили устный приказ о выявлении приехавших скрываться от мобилизации россиян. Мужчин с двуглавыми паспортами уже стали проверять в аэропорту Минска. Но как было показано, выше беспринципные и лживые, но хотя бы не полностью отбившие себе кукушку там в ямном меньшинстве. Вот Благовещенск. На убой. Уныло и хмуро. Тут веселее уже с шутками, прибаутками. Никто никуда не убегает. Посмотрите на эти одухотворенные лица. Кто-то пришел сам. Кого-то выловили на бесчисленных облавах. У некоторых еще до боев остановилось сердце. Пиздец, блядь, уже инсульт, еще не доехали, уже... И вот они уже у самолета, доставляющего этих рабов и дебилов, отнюдь не в прекрасное далеко. Законоверно, что мобилизуют уже и столичных жителей. А условные буряты, конечно, должны быть довольны. Но сколько из них было на Красной площади с Крым-нашим или в Лужниках на концерте Газманова? Да нисколько. Сейчас у этих ненавидящих друг друга категорий все будет по справедливости. Умри ты сегодня, а я завтра, как завещал товарищ и господин Пригожин. То, что ценность этого сброда для военного дела минимальная, как говорится, дело десятое. Не умением, так числом. А за этим в рашке дело не станет. Так, в историческом документе есть пункт седьмой. Он засекречен. В соответствии с инсайдерской информацией в нем речь о необходимом количестве этого самого пушечного рашковского мяса. Говорится, мол, нужно до миллиона человек. И это только в данный момент. Песков уже ляпнул, дескать, это неправда. Значит, можно с уверенностью сказать, что да, так оно и есть. А миллион эти организирующие правители при необходимости организуют, им, безусловно, не ограничится. Что же касается ценности человеческой жизни в рашке, то если она и учитывается, то исключительно своя собственная. Так сегодня заканчивали извлечение тел из массовых захоронений, жертв российской оккупации в освобожденном Изюме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот уже никому не нужны тушки убийц. Никто не забирает. Бабы, как известно, еще нарожают. Около морга вагона, где лежат русские солдаты. Потому что Россия не хочет даже их забирать. Ничего не остается, как складывать их в эти вагоны. Здесь призывники 21 года, более взрослые военные. Один пилот, который, видимо, катапультировался, но это его не помогло. Один мужчина с двумя часами, видимо, мародер. Продолжайте им приезжать, ребята. То есть это ваш выбор. Но вот этим вот это все заканчивается обычно. Казалось бы, по москальскому разумению, все эти новости из-за бугра о пополнении стада скотов забугорного войска должны были сильно расстроить граждан Украины и принудить их к требованию своего руководства переговоров со страной-агрессором на условиях последнего, о которых ранее говорил Лавров, Путин сейчас что-то с Луцки проблеял. Но, конечно, ничего подобного. Ни в какую панику Украина не впадает и верит в победу. Не просто верит, знает, что она будет. И пока на болотах рисуют карты бомбоубежечной о случае ядерного удара в Москве и в Санкт-Петербурге, чураются Россией даже уже в Северной Корее. Там заявили, что никогда не поставляли Рейху оружие и боеприпасы и не собираются этого делать. В КНД также предупредили США, чтобы они прекратили распространять якобы слухи об этой стране, которые, внимание, очерняют имидж КНДР на международной арене. То есть, вдумайтесь, Рашка токсична даже для товарища Кима, который хочет жить, потому не вписывается в своего бывшего, теперь уже друга, Володю. И напоследок, друзья, на фоне всех этих событий почти незаметно прошла новость о том, что в Нидерландах состоялось последнее заседание суда по делу о террористическом акте уничтожении пассажирского рейса MH17 в 2014 году. В массовой убийстве на территории Донбасса, как известно, обвиняются российские кадровые военные и коллаборанты. И хотя приговор объявит 16 октября и будет он заочным, никто не сомневается, что ничего хорошего эта Россия не несет. И рано или поздно каждый получит по делам своим. А вы потешны. Суйте ваши бумажки в пеньки. Всебода, Украина. Империи зла осталось недолго дышать. Обнимаю всех, друзья. Хорошего вечера, тихого вечера, тихой ночи, тихих выходных. Всем пока. Привет, мои родители. Знаете, уже 7 месяцев на войне и, кажется, я бы видел все, но почему-то каждый раз когда я видел вот такое, особенно когда я видел детские вещи, среди руйнувания, я понимаю, что я не могу до этого звукнуть. Вот так вот ты живешь в своем доме, про что-то думаешь, про что-то мрёшь, что-то робишь, а потом бах, прикидывает бомба. Потому что какой-то выродок решил, что вас будет не мать, нас будет не мать. И целые 140 миллионов ему в этом вторят, и поддерживают, и помогают. Поэтому мне байдуже, что там сейчас на болотах выявят российские материи про своих мальчиков, которых забирают промисловно. Но каждый, кто пришел на нашу землю с оружием в руках, и каждый, кто еще прийде на ней, все будут вбить. Слава Украине!